Приветствую вас! Ну вот, я прочитал ваш вопрос и могу сказать так. Значит, у меня, пишите вы, на работе возникла ситуация, что я не могу постоять за себя. Обычно в ситуации, когда человек не может постоять за себя, корень этого поведения в том, что вы не уверены в себе и чувствуете себя в зависимости, во-первых, от человека, который вот на вас наезжает, и, с другой стороны, вы уверены, в глубине души, вы уверены, что не справитесь с конфликтом, который у вас есть. То есть, вы не способны, по вашему мнению, не справиться с конфликтом. Это также связано с тем, что вы не устанавливаете свои личные границы. То есть, у вас элементарно просто нет личных границ. То есть, вы их не устанавливаете, вы их не соблюдаете. Что это значит? Ваш начальник, который кричит на вас, он ведь это делает не первый раз, верно? И, соответственно, что вы ему позволяете это делать. То есть, первый раз, когда, вот самый первый раз, когда он это сделал. Я уверен, что именно в первый раз он это сделал куда менее ярко выражено, и в первый раз вы могли его как-то вот немножечко, ну, осадить. да, но вы этого не сделали, и, соответственно, теперь он, он вот так себя с вами ведет. И вопрос, который я хотел бы вам задать, заключается только в том, что мешало вам тебя защитить. Что мешало вам сразу пресечь подобное поведение. По отношению, опять же, к вам. Что мешало? Вот, подумайте об этом, пожалуйста. Далее. На меня кричит начальник, и ситуация пока не выяснена до конца. Правда или все-таки я права, или все-таки он? Скажите мне, пожалуйста, следующее. А имеет ли реальное значение? Прав ли он, или правы ли вы? Имеет ли реальное значение это? Скажите, какая разница, кто прав здесь? Вот, положя руку на сердце, ответьте себе, пожалуйста, на этот вопрос. Какая разница, кто прав? Вы, надеюсь, понимаете, что вне зависимости от того, правы ли вы, или прав ли он, вне зависимости от этого, он не имел никакого морального права так себя с вами вести. И если он это сделал, то он наручил профессиональную этику и элементарные нормы человеческих отношений. А значит, значит, что этот человек явно обладает проблемами, ну то есть у него определенные проблемы. И именно по этой причине, по причине того, что у него есть определенные проблемы, он на вас и кричит. А вот для чего вам быть правой? Почему вы хотите быть, почему вы хотите быть именно вот правой, что вы хотите доказать? Вот это вот уже вопрос куда более, на мой взгляд, серьезным. потому что дело заключается в том, что если вы хотите быть правой, то вы хотите что-то доказать. Если вы хотите кому-то что-то доказать, то вы всегда делаете это для себя. То есть вы доказываете именно для себя. И вопрос заключается в том, что именно и почему вы пытаетесь доказать. Кому и что вы пытаетесь доказать. Это вот такой, на мой взгляд, очень важный аспект, о котором нужно подумать, то есть почему вас по сути дела волнует именно вот некая такая правота. Понимаете ли вы, что не бывает правых и виноватых. Бывает точки зрения и бывает то, как люди позиционируют вот себя в отношениях. Вот начальник, начальник ваш, он не ведет себя как тот, кто действительно является начальником. начальник ваш, он явно ведет себя не как человек, который соблюдает профессиональные рамки. Далее, конечно, он в своей правоте уверен на 100%. Ну, естественно, как и любой, как и любой человек, как и любой руководитель, как и любой начальник, он уверен в своей правоте. Это нормально. Я очень переживаю по этому поводу, не могла работать весь оставшийся день, все прокручивала ситуацию в голове и ночью не спала. Почему вы переживали? По поводу чего вы переживали? Что вас задело в этой ситуации? Подумайте, пожалуйста, потому что это очень важный момент. Это всего лишь работа. Начальник у вас кричит на вас из-за наличия собственных проблем, но никак не из-за того, что вы что-то неправильно делаете. Я хочу, чтобы вы вот этот аспект постарались как следует понять, ибо он очень важен здесь. Вы говорите, что вы переживаете, значит, вас что-то задевает. Именно конкретно вас что-то задевает. Я хочу, чтобы вы подумали, что вас задевает и почему. Это является ничем иным, как проекцией тех проблем, которые есть у вас в личной жизни. Ну, в другой жизни, не в рабочей. Значит, вы говорите, что вы не спали всю ночь. Пишите вы, что в последнее время такие ситуации часто. Мне очень обидно, что я в отделе выполняю очень много работы, задерживаюсь и всегда беру работу на дом. Значит, вы для чего задерживаетесь и для чего вы берете работу на дом? Вы пишите, чтобы не разгребать. То есть, если вы будете, значит, ну, если вы не будете брать работу на дом, да, то, соответственно, ее будет очень много и, как бы, соответственно, вам будет тяжелее работать. Вы пишите о том, что кроме вас никто больше не работает. Вы пишите о том, что все плохие, все занимаются своими делами и что вы одна, по сути, работаете. И за это вы не получаете благодарности, не получаете, там, оценки, ну, ничего не получаете, по сути. И вот здесь кроется основная, на мой взгляд, беда. Потому что вы не осознаете, видимо, одну, одну очень простую вещь. Эта простая вещь, она связана с тем, что именно тот, кто в обществе берет на себя больше всего обязанностей и больше всего ответственности, подвергается большему давлению, потому что люди знают, что на этого человека можно свалить, переложить как можно больше всего. именно поэтому вас так и используют, именно поэтому к вам так относятся. Я хочу, чтобы вы вот этот момент для себя уловили, чтобы вы постарались его понять, чтобы вы постарались его осознать и так далее. Далее. Остальные все блатные, у всех здесь есть знакомые, которые занимают высокие должности в организации. Ну то есть вы здесь сейчас как бы разделяете людей на статусы, вы говорите, что вот у этих людей есть там, ну что они блатные, что, в общем, им как-то везет, да, а мне вот не везет. И, собственно, я вот не знаю, что мне делать, да, я как бы не блатная, а все вот, все блатные, я не блатная. И что мне делать, спрашиваете вы. Так вот, вы на самом деле зря смотрите на других людей. Вам надо смотреть на себя. То есть что делаете именно вы. Как делаете именно вы. Как поступаете именно вы. Понимаете? Вот это принципиально важно здесь. Когда вы говорите про других, вы всегда не говорите про себя, вы всегда забываете о себе и как бы снимаете с себя ответственность за то, что происходит. Я имею в виду, что происходит с вами. Понимаете? Когда вы начинаете говорить про других людей. Это вот не есть какая-то конструктивная такая позиция. Это скорее позиция очень, наоборот, негативная. Это позиция деструктивная. И я бы хотел, чтобы вы вот этот момент, чтобы вы для себя этот момент уяснили. Он очень важен. Вы пишите, что у меня нет никого. Ценой своего здоровья я все это терплю. Но вот, знаете, терпите вы это все ради чего? Понимаете ли вы, что работу нельзя терпеть, ее не нужно терпеть? Понимаете ли вы, что вам не терпеть работу нужно? Вам нужно в свое удовольствие работать? Понимаете ли вы, что вот вы изначально себя неверно, как бы, позиционируете? Потому что терпеть, еще раз повторю, терпеть работу нельзя. Если вы терпите, то вопрос возникает ради чего? И понимаете ли вы, что если вы терпите, если вы не видите от своей деятельности того эффекта, если деятельность не соответствует тому, что вы там хотите, тому, что вы ожидаете и так далее, если деятельность вас выматывает, если вы не чувствуете поддержки, если вы не чувствуете результаты, то вы эмоционально выгораете. То есть вы говорите, я ценой своего здоровья все это терплю. Ради чего? Какой у вас мотив это все терпеть? Зачем? Опять же, чтобы кому-то что-то доказать? Ради этого? Или ради чего? Вот, пожалуйста, постарайтесь по возможности на этот вопрос так же ответить. Он очень, очень, очень важен, этот вопрос. Значит, дальше, вы пишете, налёты у нас, просто сидит, и кто слушает музыку, кто в интернете, кто в общение, мне приходит, у всех свои дела. Я уже разгребаю завалы, и при этом нехорошо. Всё время огребаю, и за что, непонятно. Именно за то, что вы принимаете ответственность других на себя. То есть общество воспринимает это как слабость. На работу хожу, больная, потому что если поболею, завалы, буду потом разгребать месяц. Также после отпуска вы хожу и разгребаю, разгребаю. Меня от работы не собиралось. А вот почему вы не собираетесь меня в этой работе? Вам нравится то, что происходит сейчас? Или вы думаете, что ситуация изменится? Ситуация не изменится, она останется такой же, понимаете ли вы это или нет? Это очень важный момент. Но то, что вы говорите, что вот вы больная, ходите на работу. То есть, ещё раз, вы жертвуете собой, вы делаете вот прямо немыслимое для того, чтобы как-то вот осуществлять свою деятельность. Ну, опять же, у вас какой-то мотив есть. А как насчёт семьи, как насчёт друзей, как насчёт хобби, как насчёт вообще свободного времени, досуга и так далее. Почему вы такое большое внимание уделяете именно работе? Это вот тогда это ощущение, что вы работой пытаетесь заменить какие-то, ну, может быть, свои неудовлетворённости, скажем, там, в других сферах жизни. В смысле, ну, откровенно видно совершенно, что на работе вас используют. Откровенно видно, что на работе вас эксплуатируют и не перестанут это делать. Значит, как вы спрашиваете, как мне научиться себя защищать? Научиться себя защищать именно в контексте начальника, в контексте взаимодействия с начальником можно только одним образом. Научиться себя защищать можно только, если вы будете следовать тем своим обязанностям и правам, которые у вас есть по непосредственно трудовому договору. Тут вот какие обязанности у вас есть и какие обязанности вы выполняете. Всё. Других обязанностей никаких вы не выполняете. Ещё раз, это работа, это не каторга и вы, во-первых, никому ничего не докажете, потому что у людей указывает своя правда. Если человек сразу вас не хотел слышать, то вряд ли он будет это делать ещё. И поскольку указывает своя правда, то вам нужно не брать на это свои силы, не брать на это свои ресурсы. Это, ещё раз повторю, не имеет никакого смысла именно для вас. По поводу начальника хочется сказать, что он кричит на вас, потому что у него есть проблемы, и вам необходимо перестать на самом деле делать только одно. Вот, чтобы проблему решить вашу, вам нужно перестать делать только одно, а именно. Вам нужно перестать принимать на себя то, что вам даёт начальник. Просто перестать на себя это принимать. И вот тогда у вас сразу всё будет здорово, тогда у вас сразу будет всё в порядке, потому что вы перестанете проектировать на себя то, как ведёт себя с вами начальник. Вот и всё, по сути дела. Вот и всё. Это единственное, что вы можете сделать. Начальника вам по понятным причинам не переделать. Начальника вам объективно не изменить, и было бы странно, если бы он изменился. Надеюсь, вы это понимаете. Поэтому вам нужно просто перестать проектировать на себя то, что происходит. А если вас задевает что-то, то у этого есть причины. То есть у того, что вас задевает, есть причины. И вот причины эти нужно раскрыть. Задевает вас не начальник и не его отношения, а то, что он вас внутри вскрывает. Какие-то ваши чувства. Например, вы не уверены в своей собственной значимости, допустим. И вы используете вот то, что вы сейчас делаете для того, чтобы собственную значимость, допустим, повысить. Вы хотите свою собственную значимость повысить. Вы пытаетесь это сделать. И у вас, например, это не получается. И из-за этого вы испытываете подобные чувства. То есть вас задевает именно вот поведение начальника именно по этой вот причине. Что вы не достигаете своих целей. Вы не можете достичь своей цели. Вы не можете сделать так, чтобы вас, например, там оценили, допустим. И вот именно по этой причине ситуация и складывается вот таким вот негативным образом для вас. К сожалению. Вот об этом я и хочу, чтобы вы подумали. То есть дело здесь не в начальнике. Дело здесь не в том, что он вам говорит. Не в том, как он вам говорит. Не в том, как он к вам относится. Дело здесь именно вот в этих основных моментах. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго. Удачи и успешного разрешения данной ситуации.